Меня зовут Сергей Шаповал, я старший разработчик компании GlobalLogic. Работаю на проекте, связанном с GoLang и с Java. И в последнее время наши заказчики, они активизировались в направлении GoLang. И причем, что странно, они хотели бы видеть на своих проектах GoLang-разработчика, которая знакома и с Java. Поэтому, собственно, сегодня речь и о GoLang на Java Career Day. Посмотрим вначале, что было написано с помощью GoLang и какие здесь присутствуют проекты. Это вот, видим, Kubernetes, Docker, Terraform, Consul, etcd, даже OneEthereum было написано на GoLang. В большинстве своем это оркестраторы для клауда. Здесь очень много написано также Command Line на GoLang. И, как видим, здесь есть тоже блокчейн. Немного рассматривают еще GoLang, сферу его применения в мобайле, поскольку бинарники, которые получаются после компиляции GoLang, они получаются очень легковесными. И это можно применять и для мобайла, и для Internet of Sins. Кто же поддерживает данный язык? В первую очередь, это, конечно, Google, потому что там он и возник. Но есть и другие компании, такие как Heroku AWS, то есть это основные провайдеры клауда. И они, помимо того, что поддерживают его в своих компаниях разработчики, которые там пишут на GoLang, еще и предоставляют сервисы, которые поддерживают GoLang. Например, в AWS есть Lambda, которая поддерживается не только JavaScript, Python, Java, но еще и GoLang. Видим здесь и другие компании, не менее именитые. И даже вон ракеты SpaceX запускают вместе с GoLang. Хорошо, есть у нас компании именитые, которые используют GoLang. А используют ли его повсеместно? Доступен ли он вообще другим разработчикам и в других странах, например? Вот это вот статистика по вакансиям, которые Hacker News готовит каждый год, hiring trends. И здесь мы видим, что в течение последнего года GoLang очень близко приблизился к таким языкам, как Java и Ruby. И вот здесь в последние месяцы он даже перескочил эти языки по количеству открытых вакансий. Если смотреть, кто выше вот этих языков, здесь перечисленных, то это Python и JavaScript. Ну и вот здесь вот тоже есть хайповый язык Rust. Почему-то на него немного тенденция не такая. Какие же особенности есть у этого языка? Что позволило ему выйти на первый план? Ну это кроссплатформенный язык, похоже на Java. Это статически типизированный язык. У него есть garbage collection. У него есть поддержка функций. Пока все похоже, то же самое, что и у Java. Здесь есть конкурентси модель, и причем она нативная. Здесь уже что-то новенькое. Ну а дальше мы компилируемся просто в бинарник. И нам нет необходимости в поддержке виртуальной машины, которая, собственно, и запускает наши бинарники. Вот мы видим различия. То есть все то, что есть в Java, и здесь есть немного различия. Для того, чтобы увидеть, почему этот язык достиг такого большого прорыва, нужно посмотреть, почему и возначально возникла идея написать данный язык. А почему возникла эта идея, нужно проследить статистику. И вот в данной статистике мы видим, это перформанс нашего однопоточного, однопоточный, однопоточный программ. И это количество тактовой частоты наших процессоров. Видим, что ориентировочно в 2004 году они стабилизировались. И это, по сути, гласит о провале Мура, который говорил, что с каждым годом производительность наших процессоров будет увеличиться и увеличиваться. И для того, чтобы эта производительность увеличивалась, но уже не за счет частоты процессоров, а просто за счет коров, то начинают добавлять коры на наши процессоры. И с этим возникает большая необходимость в параллелизме, в приложениях, которые запускают очень много средов и хендлят параллелизм. Если мы обратим внимание на историю возникновения разных языков, то вот Python, вот Java, вот Visual C++.NET, .NET, они были все написаны до этого периода 2006 года, то есть без учета необходимости в конкаренции и параллелизме. Гуланг писался уже с учетом этой необходимости, и наоборот, он был спроектирован специально для решения таких проблем. Проверим немного про параллелизм, потому что здесь звучат такие концепции конкаренции и параллелизм, в чем разница и в чем преимущество параллелизма. Рассмотрим вначале пример однопоточной среды. Вот есть у нас некий работник, и его задача из наших стопочек книжек принести эти книжки в печку и сжечь. Когда этот работник один, это, собственно, однопоточная среда, нет никакого конкаренции, нет никакого параллелизма. Если мы добавляем еще одного работника, то это уже конкаренции. Они начинают конкурировать между собой либо за книжки, либо за доступ к печке, и поэтому они начинают мешать друг другу, и вот это вот и есть конкаренции. То есть вроде как работники много, но все равно они получают какие-то локи на объектах синхронизации. Параллелизм — это когда они не мешают друг другу и работают параллельно, независимо от друга друга. Способы реализации параллелизма — это либо мы разделяем вот эти вот объекты к доступу, которым необходим нашим работникам, либо каждый работник делает по половине работы. Первый подход и второй подход — они очень легко реализовываются с помощью новых структур, которые появились в Гуланге, и это каналы. Дальше поговорим детальнее. Вот этот вот подход, когда мы передаем часть работы, выполняем в одном потоке, часть в другом потоке, он очень сильно напоминает подходы пайпа в Linux, когда нам берем катим файлик, потом его как-то грепаем, потом отдельные строки еще дополнительно обрабатываем, и вот так вот постепенно-постепенно передаем наши задачи от одного процесса к другому. Этот же подход еще в некоторых подходах называется, как ETL — Extract Transformer Load. Когда мы готовим задачи, потом в Transformer мы передаем их кучей работников, которые выполняют наши задачи, и дальше load отгружаем все, что сделано на сервер, либо в базу данных, либо туда, куда необходимо нашим клиентам. Какие ключевые возможности появились в Голанге по сравнению с другими языками? Ну, в первую очередь, это сами Гоурутины. Особенности Гоурутин — то, что они легковесные. Они занимают буквально 2 килобайта памяти. Для сравнения с Java — это 1-2 мегабайта для запуска. Она, вот эта вот память, которая выделяется на Гоурутина, она скейлится по мере необходимости самой Гоурутины. Надо больше, она зареквестила эту необходимую память и увеличилась. Очень быстрый стартап по сравнению со средами. То есть очень маленькая latency от того, как мы начинаем вызывать какую-то Гоурутину, либо сред, и от того, как она уже начинается выполняться. Мы можем запустить миллионы этих Гоурутин. И в программировании сейчас, в последние годы возникла проблема, что наш сервер должен решать проблему сит-нкей. Сит-нкей означает, что он должен отвечать одновременно на 10 тысяч запросов. Если с учетом этого, что мы можем запустить миллион Гоурутин одновременно, то мы, по сути, решаем эту проблему даже еще лучше сит-1000кей, когда мы можем ответить на миллион запросов одновременно. В Голанге появились каналы. Каналы, они, по сути, собой представляют блокирующие очереди, но они реализованы нативно, и, то есть, на уровне самого языка, на уровне обращения к машине, они реализованы без всякого использования локов, которые есть в Джаве. Ведь если посмотреть на array-blocking-queue и покопаться в source-коде ее, то там все равно будут локи. Здесь их нету, они реализованы нативно. Еще одна фишка, которая есть в Голанге, это так называемый multi-way concord control, когда мы в едином месте контролируем результаты нескольких потоков. Анализовано с помощью select. Сейчас посмотрим на примерах, как это используется. Здесь пример однопоточной программы. У нас есть функция hello, и мы ее в main вызываем. Hello нам просто принтает какое-то сообщение. Что нам нужно сделать, чтобы сделать его многопоточным? Просто записать go перед hello. Этого достаточно, чтобы запустить отдельный поток, и в отдельном потоке исполнить нашу функцию. ETL-подход. Насколько сложно он реализовывается? Мы готовим две очереди. Одна очередь на вход, куда нам приходят задачи, и одна на выход, куда мы отгружаем результаты обработки нашей задачи. Дальше запускаем наших воркеров. И здесь мы видим, что количество воркеров, оно по сути зависит, как переменное окружение. Есть у нас мощная машина, запускаем много. Есть у нас не мощная машина, а какой-то mobile application, либо IoT, мы запускаем их меньше. Дальше готовим, загружаем наши работы для наших сотрудников, и потом ожидаем выгруз, ожидаем ответа от наших сотрудников об выполнении данных задач. Это все, больше ничего не нужно. По сути, вот такой вот подход, он был заимствован Робом Пайком из Ирланга. Это актер-модель. Когда мы запускаем вот эти отдельные функции, отдельными гоу-рутинами, и эти отдельные актеры, не мешая друг другу, обрабатывая задачи. Посмотрим еще одну проблему, которую легко решить с помощью гоу-ланга. Есть у нас клиент, который хочет сделать запросы к нескольким серверам, и эти все сервера представляют отдельные реплики, ну, например, базы данных. То есть они, по сути, хранят одни и те же самые информацию, но нам критично быстро отдать пользователю результат запроса. То есть, кто первый вернет нам запрос, то мы возвращаем пользователю, нам не критично, какой из них вернуть. Все остальные мы проигнорируем. Для этого мы готовим воркер. Воркер нам делает запросы. Как только мы получаем ответы, мы кладем их в ченнел. И дальше из этого ченнела мы каким-то образом должны его вытянуть хитро, чтобы первый ответ отдать, а все остальные проигнорировать. Это все легко реализовывается с помощью селекта. Вот у нас есть два канала, которые мы засовываем результаты от запросов к нашим серверам. И здесь же очень легко реализовывать принцип таймаута. Если они не ответили до таймаута, то мы не воспринимем их ответы, мы просто сообщим пользователю, что, увы, сервера недоступны. Таймаут очень легко реализовать с помощью специально встроенной в язык структуры таймавтор. Таймавтор нам возвращает канал, который в данном случае через 30 секунд добавит в эту очередь элемент, и вот здесь мы его вытянем. Как работает сам селект? Как только он получит первый результат в каком-то из этих каналов, он сразу же отработает и выйдет. Все остальные, если они и придут, они будут проигнорированы. Программа пойдет дальше. Почему инженеры любят GoLang? Какие фишки в нем появились дополнительно к вот этой native concurrency? Давайте посмотрим. Первое это GoDoc. GoLang позволяет сразу же из вашего сроскода запустить сервер, на котором будет в интерактивном режиме расположен ваш сроскод. Там же будут какие-то кросс-ссылки, там будут какие-то интерактивные примеры, как работает ваш код. И это доступно все из пакета без никаких дополнительных библиотек. GoTest. Если мы сравним с Java, то у нас есть G-Unit, у нас есть TestNG, есть еще какие-то дополнительные библиотеки. Здесь тоже этих холиваров решили от них уйти, написали стандартную библиотеку. Эта стандартная библиотека, она позволяет делать не только бенчмаркинг, не только стандартные тесты, не только запускать их в параллели, но еще и делать каверидж покрытия нашего кода теми или иными тестами. И даже есть Race Condition Detection. То есть, если мы запускаем параллели наши тесты и у нас возникает какая-то проблема в нашем source коде, то оно просигнализирует, что здесь есть Race Detection. Нужно обратить внимание, что здесь у нас есть проблема в параллелизме и конкуренции. Очень хвалит Голанг за то, что у него уже самодостаточная базовая core-бибиотека. Если в Java нам нужно какие-то дополнительные Spring, Spring Boot, Spring Cloud, то в Голанге уже с базовым пакетом можно создать базовый сервер, который будет отвечать на... Ну, вот, допустим, возьмем, рассмотрим пример. Нам нужно, чтобы наш сервер отвечал вот такой простой строкой на ответы по базовому URL. Вот это все, что необходимо для запуска такого сервера. Больше нам нет необходимости. Мы дальше запускаем листный серв. Вот здесь указываем порт, на котором будет раниться наш сервер, и все, больше нет никакой необходимости. Вот здесь вот эти дополнительные сроки файл сервера, static и handle static. Это мы говорим нашему серверу, что все, что находится в папке static, мы будем по дополнительным пассам static передавать нашим пользователям. То есть здесь static и какой-то CSS файл, и он будет зеркалироваться с нашей вот этой папки. Очень быстро две строки мы запускаем файл сервер для наших необходимостей. Кроме того, ну, это я вам показал пример на сервере. Здесь для того, чтобы переключить этот сервер на HTTPS, мы добавляем просто ключи, ключи и пароль к этому ключу, и автоматически, как только мы перейдем на HTTPS, мы автоматически получим поддержку HTTP 2.0. То есть нет никакой дополнительной сложности, как нам перейти на HTTP 2.0. Очень много холивара в Гуланге было по поводу OOP. Все говорят, ну, это процедурный язык, там вообще нет никакого OOP, наследования там нету, да и вообще, как можно на нем программировать. На самом деле, этот язык поддерживает OOP, но он непривычный для нас, непривычный для того, как он реализован в Java, JavaScript, либо в других языках. Во-первых, там нет никаких классов. Структуры, они подобны классам, но сейчас мы посмотрим их ограничения. Кроме того, язык поддерживает передачу не только по ссылке, но еще и по значению. Вот рассмотрим примеры нашей структуры. Есть у нас прямоугольник, у него есть просто ширина и высота, и мы пишем метод для него периметр, ну вот, собственно, по счету самого периметра. И второй метод, это у нас подсчет нашей площади. Передача по ссылке она реализовывается с помощью вот такого дополнительного значка. Передача по значению без вот этого дополнительного значка. Передача по ссылке означает, что внутри метода мы можем изменить состояние нашего объекта, и оно будет сохранено после выхода из нашего метода. А вот здесь оно не будет сохранено. Так же само можно передавать и как параметры. То есть, если передаем со звездочкой, то это будет референс-передача, Если без звездочки, то мы просто скопируем значение, и внутри этой функции мы будем работать со скопированным значением. Идем дальше. Нет никаких имплементов. Если в Java нам напрямую нужно указывать, что данный класс имплементирует какой-то интерфейс, то в GULANG'е все очень просто. Нам необходимо просто иметь ту же самую сигнатуру метода. Вот у нас есть интерфейс, в нем есть метод периметр, который возвращает нтовое значение, и мы уже видели ректангл, который, собственно, этот периметр и реализовывает. Нет никаких дополнительных имплементов, нет никаких дополнительных сложностей. Что это нам обеспечивает? Анкл Боб в своей книге по архитектуре говорит, что главное, очень полезно, когда клиент реализовывает интерфейс, а не библиотека реализовывает интерфейс. И вот таким вот подходом мы очень просто можем на клиенте реализовать наш интерфейс, независимо от того, как его реализовывает библиотека. То есть библиотека, она свою структуру, свой интерфейс какой-то предоставляет. Но мы можем его обернуть и получить свой необходимый интерфейс для нашего клиента. И это очень правильно с архитектурной точки зрения. Идем дальше. Инкапсуляция без приватных, публичных, специальных слов, ключевых слов. И package-driven development. Для того, чтобы экспортировать из нашего пакета, для того, чтобы сохранить только внутри нашего пакета структуру, мы пишем ее всю с маленькой буквы. Вот написано с маленькой буквы, здесь с маленькой буквы, здесь с маленькой буквы. Она не экспортируется из нашего пакета. Если мы пишем с большой буквы, то вот эта структура, она будет экспортирована. Но, например, доступ к этому полю, его не будет вне этого пакета. Если будет у нас метод с большой буквы написан здесь, то он будет доступен вне этого пакета. Если с маленькой буквы, то он не будет доступен вне этого пакета. То есть все легко и просто. И вот такие вот фишки, они помогают оптимизировать компиляцию. За счет вот таких вот упрощений мы получаем быстроту компиляции GOLANG в наших development окружениях. Идем дальше. Любой тип может быть заэкстенден новыми фишками. И GOLANG не поддерживает inheritance, у него нет никакого орлоуинга и оворайдинга. Вот эти вот последние три особенности, вокруг них вызвалось много проблем в других языках, и от них решили отказаться в GOLANG для того, чтобы все было просто понятно для разработчика и не было никаких проблем при работе с вашим кодом. Посмотрим, как это реализовывается. Вот, например, у нас есть стандартный IN64, ну это число, и мы хочем реализовать длительность. И у этой длительности есть два метода. Первый — это длительность в наносекундах. Второй — это длительность в секундах. Вот так вот мы пишем, расширяем наш тип новым типом, у которого будут дополнительные особенности. Если вместо IN64 здесь будет какая-то структура, у этой структуры ранее были определены какие-то методы, то определив новый тип, этот тип уже не будет видеть этих методов. У него будут свои методы. Вот здесь вот нету вот этого оворайдинга и оворлоидинга. Его в GOLANG не существует. Каким образом подходит, чтобы все-таки переиспользовать какую-то функциональность? То есть, чтобы не писать заново вот эти все методы, а переиспользовать методы, которые уже были в какой-то существующей структуре. Для этого в GOLANG есть эмбеддинг, так называемый. Как он реализовывается? Есть, например, у нас какая-то скидка. Внутри этой скидки у нас есть процент этой скидки и конечная дата данной скидки. Есть два метода — посчитать размер этой скидки и, собственно, валидна ли эта скидка еще или нет. Чтобы переиспользовать эти методы, нам достаточно просто включить вот это вот значение в наш новый тип. Вот таким вот включением мы добиваемся, что новый тип будет обладать всеми полями, которые есть в дискаунте. Если они публично, они будут публичными. Если приватные, они будут приватные. И всеми методами. Но это, по сути, композиция. То есть здесь нет наследования, это просто композиция. И добавляем какое-то новое поведение для нашего объекта. Есть у нас вот additional flow 32, и мы предоставляем какую-то дополнительную скидку нашему клиенту. Для того, чтобы ее заиспользовать, мы перепределяем метод calculate. То есть к базовой скидке мы добавляем еще какую-то дополнительную скидку. Спрятав это все за интерфейс, мы получаем полиморфизм. То есть у нас есть абстракция, полиморфизм, инкапсуляция. И нет только наследования. То есть все параметры ООП, кроме наследования, у нас есть. И, в принципе, на этом можно строить уже расширяемый код. Еще один момент. Я забыл на прошлом слайде. Поскольку у нас инкапсуляция идет только на уровне пакета, то минимальная единица ООП — это пакет. То есть мы не можем на структуре ограничиться какими-то приватными, публичными методами. Мы ограничиваем доступ к каким-то полям либо к методам на уровне пакета. Особенности, которые любят программисты, но которые возникли как следствие вот этих изначальных особенностей языка. Первое — это он легко изучаем. Мы с вами посмотрели слайды. По сути, эти слайды уже позволяют вам написать какой-то базовый код на Гуланге. Сами разработчики говорят, что им необходимы недели для того, чтобы стартовать уже какой-то код, который выходит на продакшн. Если и те же разработчики сравнивают, например, со Скалой, с Джавой, необходимые месяцы для того, чтобы вникнуть в какие-то особенности языка, для того, чтобы писать уже хороший код, который готов к выпуску на продакшн. Следующая особенность — быстрое время сборки. В сам Гуланг изначально закладывали принцип, что он должен быстро компилироваться. И помимо того, что он быстро компилируется, он еще быстро рекомпилируется. Если вы скомпилировали однажды ваш Роскод, то у вас уже есть вот эти полученные артефакты. И вдруг вы поменяли какой-то файлик, только этот файлик будет перекомпилироваться. Все остальные уже не будут компилироваться. И, допустим, изначально вы компилировали, получилось там 10 минут. После того, как вы изменили один файлик, то это уже будет на 10 минут, а буквально там 30 секунд, 1 минута. Очень быстрый деплоймент. Здесь нужно привести пример. Разработчики писали проект на скале, и тот же проект, ту же самую функциональность, они перезаписали на Гуланге. Когда они писали ее на скале, она была в размере 200 мегабайт, артефакт у них получился. Docker конечный артефакт у них получался 200 мегабайт. Ту же самую функциональность они перезаписали на Гуланге, и артефакт получился 16 мегабайт. То есть разница на порядок. И это влияет на то, как быстро мы отгрузим нашему клиенту наш код, и то, как быстро он запустится на наших кластерах, и то, как быстро мы ответим нашему пользователю на его реквесты. Быстрый стартап приложения. Я уже говорил, что там быстро запускаются среды, так же самое быстро запускаются и сами приложения, написанные на Гуланге. Очень маленькая latency garbage collection. С версии 1.5 эту latency оптимизировали, и по сути сейчас Гуланг является лидером по количеству задержки на garbage collection среди других языков. Вот эти вот все причины, fast-learn, quick-build, easy-of-deployment, они служат причиной, почему другие проекты начинают переходить на Гуланг. Это приятно и заказчику, и это приятно программистам. С ним удобно и приятно работать. Смотрим дальше. Рефакторинг поддерживается в самой компиляции. Если вдруг мы рефакторим код, и этот код у нас уже переменно, нам нет необходимости переменной, нам нет необходимости в каком-то импорте, мы его больше не используем, то автоматически при компиляции мы получим, что мы не используем тот или иной импорт, мы не используем ту или иную переменную, удалите ее, потому что она не нужна. В то же время здесь нет никаких проблем с цикличностью. То есть у нас есть пакеты, есть еще какие-то пакеты, и цикличность между ними запрещена. Это очень полезно, когда мы строим какой-то микросервис-архитектуру. Есть у нас микросервис, он зависит от другого микросервиса, еще от третьего микросервиса, и мы пишем код, который реализовывает эти все микросервисы. Но возникает проблема, когда мы начинаем деплоить эти микросервисы на кластере. Мы вначале должны независимые артефакты задеплоить, а потом должны задеплоить артефакты, у которых есть зависимости. И вот то, что нам код позволяет, запрещает циклические зависимости, нам позволяет легко реализовать эти деплойменты на кластерах. Cloud Native Language. Вначале мы говорили, вы видели, какие проекты были написаны на клауде. Уже существует очень много библиотек, и кроме того, сами компании, клауд-провайдеры, они предоставляют дополнительные API, дополнительные возможности по поддержке GoLang для клауд-разработки. Подведем некоторые итоги. Это GoLang, это архитектура, правильный язык, это востребованный язык, это желаемый язык для разработчиков, это модерновый, так сказать, хайповый язык на сегодня и язык в тренде. Мы рекомендуем вам обратить на него внимание и готовы предложить работу по данным проектам. У меня все. Презентация доступна по этой ссылке и QR-код можно сосканить и получить доступ к презентации. Здесь же в презентации там есть доступ, ну, то есть, чтобы я вам не наврал, там есть разные ссылки на дополнительные источники, откуда я брал информацию. Вы можете дополнительно почитать и углубиться в изучение данного языка. Спасибо.